Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено распаковке и обзору посылки, что мне прислала очень любопытная подписчица, с которой мы часто общаемся вконтакте, Елена из Москвы. Сейчас я очки еще протру, думаю, вы это, там кто-то когда-то просил меня без очков, вот вдруг этот человек увидит это видео или вы... Ну я надеюсь, вас не покоробит, потому что я тут очки протерла, хотя их перед этим еще протирала. Короче говоря, я там это, получила несколько комментов в предыдущем видео, хотя у меня уже было несколько таких видосов, и когда я первый раз снимала, у меня что-то подобное, в смысле, первый раз у меня так получилось, что было видно мои ноги в этой, по-моему, тунике на том диване в другой комнате, я по этому поводу как-то переживала, мне люди сказали, что все ништяк. Ну, в смысле, смысл такой моим словом, да, и, короче, последнее видео, там камень-то три, наверное, было от разных людей, я так поняла, что кого-то очень сильно коробит, что вот у меня, возможно, видно, не знаю что, возможно, нижнее белье видно, когда я сидела в прошлом видео, свесив ножки на кроватке. Поэтому я сегодня села, как-то, я надеюсь, не особо так видно, протестила камеру, вроде было не видно. Короче говоря, в этой же тунике, там что-то у меня развратное, или что-то такое писали, даже просили перезалить видео, я вообще валяюсь на таких людей, это вот, они что-то на мониторе, вот, ну, не знаю, вы не знаете, может, на огромном, широком мониторе, каком-нибудь, у меня так девятнашка монитор, да, вот на комбе. Растаскиваете, там, через пиксели, углядываете, что там у меня между ног. Между ног у меня там ничего не видно было, там просто вот это вот, как бы, ложбинкс такая из тряпочки, вот, которая на мне это. В общем, самое, в общем, как, скажу эту посылку, да, я ее привела к ластучке. Мне Алена сказала, что там огромная посылка, что она положила эту самую коробочку в пакет, и лучше раскрыть эту коробочку посылочную и там оставить. Допустим, у нас отказались эту коробочку посылочную, вот, у меня что-то бопит, вроде, я ее нигде не закрывал. Короче, ничего ему не закрывало, или он потерялся, как обычно. Допустим, мне отказали оставить у них эту коробочку. С учетом того, что она сегодня прислала, у нас по понедельникам тупо наша почта филиал, вот этот солнечный, не знаю, как другие филиалы и вообще отделение английской почты, но они по понедельникам тупо не носят эти квитанции, вот даже вот эти вот, не квитанции, а бумажки, да, вот, допустим, у вас первым классом посылочка или какой-нибудь там еще что-то, письмо, и фиг вам оно не придет, вы будете ждать там этого на следующий день. А если у человека что-то такое жизненно важное, заказал вот там какие-нибудь, я как-то капли заказывала первым классом, так мне пришлось сутки ждать. Ну, то бишь, мало того, что я еще не знала, что оно вот где-то там, ну, короче, ладно, Юля мне вообще сказала, что, допустим, работают улитки, и там какая-то у нее где-то, я видела, может, у нее, может, не у нее картинку, как там улитки друг другу что-то передают, вот реально улитки. Сегодня очереди еще отстояла, короче говоря, убивала трех зайцев, надо было еще конверт бумажный купить, потому что мне письмо пришло неделю-полторы назад, у меня что-то все руки не находили, ответ написать одной женщине, с которой мы общаемся, та вот бабушка, которая приезжает в деревню Ескино. Короче говоря, к интернету она очень скептически относится, поэтому вряд ли она вообще в курсе, что я тут что-то говорю на видео. Коробка, я вскрываю эту коробку, взяла с собой специальный нож, коробка необъятная вообще. Я не знаю, почему они Лене не предложили почтовый пакет, потому что я как-то что-то куда-то отправляла, мне под маленькую какую-то пигнюшку дали такой огромный пакет. Короче, сбоку, если так вот стоять, я стояла в коробке, да, сбоку от меня, от этого пакета были вот эти всякие упаковочные, вот эти вот штуки. Я их сложила в пакет, коробку, достала сам пакет, коробку взяла. Я кое-как заперла благо в солнечном домляном помойка, если мне попался какой-то очень джентльмен. Я мало того, что узнала, что перерабатываемый мусор, контейнер с перерабатываемым мусором, самолюсеньким окошечком, в которое хрен что засунешь, открывается сверху и можно положить большую коробку или еще что-то. Мне еще и открыли этот контейнер, точнее мужчина подошел, сказал, вам помочь. А мне, о, оказывается, она открывается, он открыл, положили эту коробку, счастье есть. В общем, потом я подпрылась в магазин океан, который у нас в солнечном открылся, в том месте, где раньше была отрус, только в ход с торца. Я теперь, значит, там побывала, действительно увидела это все. Самое интересное, что как-то пару раз ходила, смотрела на океан, до меня даже не дошло, что это филиал того магазина на часовой, который мне, ну вообще совершенно не с руки туда доехать, даже если я специально еду на часовой куда-нибудь. Вот ездила в Шевлигу, накупила всего, в океан не зашла. В результате я там затаялась филейной рыбкой, ну и уже так это с полтора пакета попрелась домой. В общем, вот у нас, ох, вот такой, блин, 5 с лишним кг. Любители шуршания. Я помню, там вы хотите, чтобы я какой-нибудь СМР записала, я когда-нибудь вдохновлюсь, запишу. Вот сейчас пока это. Ловите шуршание. Пакет. У меня теперь есть большой пакет. Еще пакет. Вязочки такой перевязанной. У меня даже вязочки теперь есть. Что-нибудь живое. Какой-нибудь пакетик, мешочек с травками. Так, эти будете прикладывать. В общем, еще пакет. У меня теперь есть два больших пакета. Еще пакет. И тоже завязанной такой веревочкой. А я еще взяла с собой, на всякий случай, пакет, ну, типа, как вот, вот как раз вот этот из высшей лиги большой. Сравнила его с пятерковым большим. Поняла, что пятерковый большой не очень большой по сравнению с высшей лиговой пакетом. А когда увидела эту вот необъемную коробку, необъятную, такая, через пола поднимай. Ну, в общем, третий пакет. Четвертый пакет. Тут у нас такая красивая, красивым скотчем. Мне на фотках посылали эти скотчи. Я даже не знала, что такие скотчи бывают. Обклеенная бумажками и скотчем красивыми. И бумажками красивыми. Кожобочка. Мое-мое. В общем, у меня тут четыре пакета, по ходу дела. Ух ты, какой большой, хороший пакет. С мышками, с мышленишками. По ходу дела, с новым годом еще. Ну, правильно, Новый год как-то будет наступать. Я даже думаю, вот это в японских аниме. Хотя аниме по жизни японская. Короче, в этом, в Японии они отмечают елка и Рождество, а Новый год у них как-то по-другому там. Что-то такое более религиозное. Религиозное. Ну, короче, я думаю, может мне 24-го, у нас 24-го еще в библиотеке, этот театр, который меня осточертел. Вообще не знаю, как сказать. Я там была, наверное, раз в месяц. Прихожу, не читаю, вижу первый раз текст, второй раз в средний театр. Почему-то его уже помню. Короче говоря, который меня дико осточертел, этот театр. Почему-то. И 24-го у нас там как раз вот это вот, типа, представление. Корголодных под управлением неевшихся, говорила моя учительница, потомственная по литературе в школе. Ну и, в общем, я думаю, как раз может 24-го там или 23-го у меня там есть такая маленькая елочка. Не, вообще у меня есть еще небольшая такая большая елочка, большую елочку, собранную, я не знаю, на подвале, наверное, может ее уже вообще кому-то отдали, она такая была, под полтора-два метра. Потом, ну вообще не знаю, вроде не надо спросить, может отдали кому-то, фиг знает. Может в подвале была там с коммуниздей, когда у нас там в подвале был в каком-то году пожар, благодаря другим соседям. Ну, мало ли кто там химичит с проводкой. Ну и, короче говоря, у меня есть еще елочка такая вот. В прошлом году я ее, на фоне ее что-то обозревала, я в этом году фиг знает. Ну, в начале этого года, короче, год назад. Ну, видишь, маленькая советская елочка, думаю, ее украсить чем-нибудь. Числа 23-го, и быть как японский японец. Так, вот тут у нас такая каюка. Перевязана она вот так. Веревочками. Прям вот из таких, наверное, веревочек вяжут, забыла, как это называется. Почему-то в голове культа канапе, но канапе это вообще совершенно что-то другое. Макраме, вот. Макраме, наверное, вяжут из этих веревочек. Еще, наверное, надо было взять этот ножичек, который у меня в сумке, по-моему, остался. Канцелярский. А может, я и так сейчас это как-нибудь рассобачу. Рассобачивайся. Рассобачивалась практически. Рассобачивалась. Попробуем. Рассобачивалась. Попробуем. или чтобы не смущать вдруг все-таки видно эти ноги хотя маша считает что у меня крутые мне тоже нравится мои ноги вот тут короче эти пупырки я где-то на одну не знаю какую сотую десятую часть посылки но в общем я знаю примерно что там там должны быть две вещи которые я знаю которые должны быть а все остальное нет в общем ух ты я уже начинаю лопать эти штуки на самом деле я дико хочу есть но не настолько дико но хочу у меня там рис сваренный в карри присыпки в этой приправе но я подумала вдруг чего и надо сначала распаковать что я столько тащила чтобы не скучно было купаться тут от руки написано вот такой вот пакетик сначала какой классный пакет и шариком губочка как я люблю шариком губочки хотя у меня сейчас есть шариком губочки к палмариф или нет от тимоты мне подарила это хозяйка кодо блока нас память о ней разрезанный бантик как-то уж слишком непонятно так что я вообще как-то все скрывает серьезно место слушайте я так люблю такие ленточки вот я когда на клубнике заказывала мне много всяких таких ленточек а еще когда раньше юлька только начала мне посылать эти посылки там вот скантату значит с этой блин как его унци и там вечно такие так красиво еще упакована было посылки внутри ехала и какой-нибудь ленточкой все перевернула мне куча этих ленточек осталось а потом эти ленточки в основе приспосабливала завязывать мешочки тканевые с какой-нибудь тряпкой мыши что значит так фейта чтобы не было скучно и чтобы не скучно было купаться и наклейка с поросенком ух ты уточка уточка и дитё такое мума чкин white hot что-то вспомнился white hot ice был какой-то такой репер в общем уточка вот самая прикольная по-моему у меня даже племянница младшая уже наверное не пользуется уточками хотя не знаю дети в три года вообще чего они делают у кого есть дети в три года мне это каменты напишите если что вот тут заклеена такими таким скотчем с этими сердечками прикольно так обязательства за дан дюмонт гранат без парабенов слушайте я люблю гранаты тут как-то покупалась и гранатовый сок помню пишу еще недавно пишу юльке говорю вот я кручу тут мандарин лопала мне мандарина привела лапли в гости ну смысл чаю или так типа в дар верующих лельку верующих лёльки в лельку верующих лельки в лельку верующих лельку лельку верующих лельку лельки во короче и я сижу вот мандарин лопала она говорит а я говорят типа этот гранат очищала думаю блин действительно гранат пока очищаю заклеиваю что легче соку купить я тоже вспомнила как в детстве мне его там это очищали а потом номинаре ложечкой чтобы сок пустить им прикольно в общем за это такое интересное но я-то тупо наверно есть хочу поэтому как горит моя подружка машка мы сидим назад идем вот как раньше гуляли допустим где-нибудь идем гуляем там пуст такой какой некрасивый какой куст аппетитный на юля ты есть хочешь в общем медовые соты горный алтай натуральное мыло ручной работы как же я люблю натуральное было ручные работы не раньше ну и вообще часто так вот мамина подруга стабильно из питера приволокила еще откуда вы не даже какое-то было было у меня от саванри но тоже ручной работы тут покупали короче мыльная основа мёд обрепиховое масло цвет календула обдушка косметическая цветочный мед мед цветочная обрепиховое масло и каленовано так типа чего они тут делают республика алтай кстати вот тоже еще хочу иногда когда-нибудь побывать в республике алтай у нас от я рыбу тура есть туры но там слушайте там полтора или два суток в автобусе переться к черту на куличики заколебешься мне уже 17 тысяч часов когда едешь уже нижняя полушария мозга плоская какая прелесть вот когда для пчеловода медоводная это мыло вау буду юзать с удовольствием огромное спасибо у меня сейчас пока лежит эта зеленая плитка кстати зеленая плитка смывает вот которая вот прошлогоднего предыдущего обзора вот вот это вот сабе сабе метфигурная короче вот эта зеленая плитка из коробочки эрбокса она смывает вот эту вот фаверликовскую помаду я что-то сейчас вот приперлась а с меня пот течет градом ну как вот эти собаки язык высулов короче лист заползла первым делом а потом вспомнила что на мне это помадой надо будет уже смыть мочалочка мочалка массажная биокос тут он еще столь нарисованная голубая с листиком похожим на лаврик когда у меня там мочалка уделается я это буду делать у меня такой состоит наполовину открытый иногда юзаный ирка присылала в начале года которая не подписанная зрительница вот предыдущая посылка как раз от нее было а вот это новый вот еще стоять я люблю их оттуда тушку помазать кожу там всякую и хорошая но мы его пока открывать не будем пускай и ты какой красивый пакетик это на нем наклеено по ходу от всей души и чайки сколько у меня пакетиков я что-то тут такое достаю ух ты так а я там трендычу а у меня сколько времени то а то он вырубится как нибудь так вроде еще есть время 26 минут до в общем где-то минут 15 я хочу люблю такой вот этот цвет но с у меня чешется желтеньким так перевязано что так прикольно сейчас я это как-нибудь все это надо было как-то развязать но я как обычно а то это свечки видимо тоже этим скотчем прикольно залеплено в спальнике еще я ножницы не взяла вот что наверно мне надо встать нажать на паузу и взять ножницы свечечки 18 этих штучек на 4 часа горения тушат я когда тут на днях учете отдавала несколько штук она мне название от меня собирается на типа тяга и там свечки есть а то я забыла попить а есть этом завал этих свечек тут разбиралась еще нашла свечки как я люблю такие свечки мне главное самое прикольное что они пока есть вот про них не вспоминаешь как заканчивается так бегая по всему городу вспоминаю где ты их когда-то покупал парафин растительный лоск свечная чашка сделала в польше прикольно сделала в польше о икея это общая заметила у меня был карандашик языке я когда общалась девчонкой которая мне делала мыло датаевы фарвар собакаядных . рок 2004 году еще в кульке это вот в группе как раз мы когда на библиотечном учили она мне видимо когда-то она ездила москвой по-моему музея наговорила этого если какой-то музей этого поля дураку в смысле поля чудес и она туда почему-то зашла в икею от меня вспомнилось и она привела к лазике такой карандашик он где-то даже до сих пор лежит там написано икея но простой обычный карандаш в общем вот пакетик такой клёвый сейчас я пойду за этим за ножницами в общем вот тут я с ножиком в смысле с ножницами забыла куда засунула этот ножик который с собой брала сейчас я их вкрою ммм это чем-то вкусно пахающие свечки слушайте я первый раз вижу такую большую сейчас вам тоже покажу москву может ни одна яблоки у меня как раз освещение хрена нет этих просто воняющих свечек это когда вот еще ты есть хочешь и они еще так пахнут тут слопал бы в общем вот тут серенькая такая красненькая огромная такая фиолетовая в общем так вкусно пахнет чем-то вкусным темно-красная ягодным чем-то пахнет синяя еще красная и зеленая круто спасибо так сейчас я какую-нибудь пакетик засыпаю сюда наверное пока засыпаю чтоб оно не раскидалось о я буду значит это свечками токсикомать я сегодня по плану добить перевод этой второй главы хамуры-тамуры ну что 20-го ноября я лежнула и так и зависел все нафиг так каёбочка смотрите вот как раз та по моему коробочка где вот она мне скидывала фотку короче там вот я увидела духи которые я когда-то давно давно покупала по моему думая о тебе голубая крышечка значит этот в 2012 году в конце года когда вот я первый раз вот там выступала в любительском нашем театре в роли какой-то там дочки олигарха в мухоморной сказке сказка потому что была про мухомора причем мы тогда с Машкой Наташей нашей режиссер все чисто вот так это стёба ради сказали какой-то сюжет я тоже думал что он за натуру это примет так может это ирина рак тябат сапат о это вот так можно сделать прикольный этот кощ такой цветочный цветочного нити тоже этот со взлёдочками вот реально первый раз в жизни узнала вот именно от Лены что бывает скотч не просто скотч а ещё такой красивый как живёшь таким танкистом да вот оно тут ещё какой-то камушек такой сейчас как-нибудь это покажу чтоб оно и не выпало Мэри Кейпские духи вот 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 этот вот вот я ещё в таком флакончике потом самопальные духи делала у меня Аленка его которая Лена Снегирова забрала не помню с чем оно пахло эй а он приклеен был а я его собачила ну обратно приклею он на этом окажется наклейкой бумажки держался вот я-то думала его достаёшь и он сам достается ладно я потом их достану тут лежат ещё коробочка красиво запакованная с зелёным бантиком с красной ленточкой тут ещё какая-то наклейка типа какого-то там подарка ещё с этими оленями ещё прикол какой-то есть что все программисты айтишники должны сидеть в свитерах разношенных растянутых свитерах с оленями не знаю с чем страна вообще у меня ещё корейский знакомый панк троллил вот не хочется мне её развязать чтобы она полноценной такой ленточкой была ооо процесс пошёл вот а она отвалилась что-то я так думаю что я её сейчас развяжу и покажу. А она от меня отвалилась. Вот что тут. Короче, крышечка такая, такая коробочка прикольная. Тут еще одна наклеечка за это. Мне еще так нравится вот такой почерк. О, у меня монитор потух. Устал ждать, пока я тут натрендычусь от всей души. Сейчас мы откроем. Ух ты! Обезьянка! Я же забыла, у меня же еще та вот эта раздованная обезьянка, которая как ее там такая, керамическая, глиняная, котлылка была. Она у меня была когда-то целая, но однажды моя бабуся вместе с кошкой решили, что нефиг ей быть целой. Мне еще все, кому не лень, говорили, что ее выкинуть. Моя родня говорила снести в сад и сделать из нее какой-нибудь цветочный горшок. Но, в общем, как-то руки не дошли, она у меня так и стоит. В общем, она, наверное, 188-ая была, потому что чуть не помню, сколько у меня там эти обезьянки на чашках выпуклых, по-моему, все-таки не стала считать. Там у меня две чашки, значит, магнитики я все-таки присчитала. Платочек с обезьянками не стала считать, потому что там дохрена обезьянка, просто платочек с обезьянками, ну, как это, в Петрозаводке купленный фетиш такой, да? Сейчас помню. Слово. Короче, это, и вот это, наверное, будет 189-ая. Какая прелесть обезьянка. Такое ощущение, будто она самопальная, ее это, шили или вязали из чего-то. Вообще в восторге. И глазки такие будто вышатые. Прелесть такая. обезьянка. Так. Тут какой-то, это, сумочек или кошелечек, не знаю. Главное с великами. Великами и цветами в горшках. А еще жопами, шушами зелеными. Ну, нарисованные жопы с ушами, не хрен бы с ними. Но это горшочки цветочные. Дерево какое-то. Велики, велики, велики. Сейчас я ее это... Ух ты, оно с кармашками. Самопальная или нет, но выглядит круто. И пахнет каким-то этим. Лимончиком пахнет. Слушайте, какая штучка. Она это... Ароматизированная штучка лимончиком. Не знаю, что это тут сюда. Можно, наверное, какую-нибудь тетрадочку брать. Зелененьким лимончиком. Круто. Если самопальная, очень круто. Если нет самопальная, то тоже круто. Спасибо. Так. Там письмеце. Ух ты, с обезьянками! На критике обезьянки. Сейчас я вот это достала, и даже еще не это. Мои любимые бомбочки для ванны. Обожаю эту фирму. Я тоже... Ой, я же обещала кому-то на видео заснять, как я делаю эти бомбочки для ванны. Даже обещала потом в комментах у себя написала на странице ВКонтакте, посвященной этому каналу, что я ее собираюсь сделать. Потом я что-то склинила. Даже все составляющие основные, из которых хотела сделать, купила, поставила на видное место и забыла. Вы уж меня простите, я как-нибудь исподоблюсь. От всей души. Сейчас. Сейчас, как-нибудь это. Ва! Хотя, по идее, я же ножницы достала. Не могу я разрезать. По-моему, тут это... А, это зайцы. А я все смотрю, лошадь, не лошадь. Ва! Такой пакетик. Там еще пакетик, по-моему. А, так это такая фирма. Таких пакетиков. Ой, он уже этот... Да, это такая фирма, таких пакетиков. Короче, вот тут один шарик. Я его аккуратненько сейчас подключу. Тут бумажка, круглый крем. Ароматизирующее средство бомба для ванны. Круглый крем. Вкусно пахнет. Колумбийское какао масло. Мускус, масло и ланг. Ланг. Чего-то еще. А, вот. Мы верим в эффективность продукции, изготовленной из прежних органических фруктов и овощей. Лучше хоть тщательно отобранных эфирных масел и безопасных синтетических ингредиентов. Мы не тестируем нашу косметику на животных. Мы сами разрабатываем рецепты продуктов и ароматы. Изготавливаем нашу косметику вручную. Используем минимум упаковки. Вот, да, действительно минимум упаковки. Микс. Лаш, Раша. О, Лаш! Слушайте, я столько про этот Лаш слышала. У меня, короче, моя одна флажка, которая меня на мыло в свое время посадила, она одно время работала давно-давно еще в Москве. Ну, может, лет 10 назад. Не знаю, когда вообще этот Лаш открылся. Она работала, короче, училась в Москве, работала в Москве, работала в этом Лаш. Она мне постоянно его рекламировала, что вот он такой крутой, то есть все, 5 до 10. Она там консультантом работала в каком-то магазине, что-то в этом роде. Но я в глаза этот Лаш вообще ни разу не видела, не щупала, никогда не это... Ну, не представляла вообще, чего это. Огромное-огромное, Ленка, тебе спасибо. Так. И второй сейчас. Так, могу. А, слайденько. Так это пахнет желтым шариком. Просто пропахла вот эта тряпочка. Ну, в смысле, тряпочная штука. Сейчас я его попытаюсь аккуратненько выставить. Какая опередка. Там цветочки такие всобаченные. На васильки смахивают. И она сама вот это лимоном пахнет. Огромный такой шарик. На неделю надо будет это... Ванну принять с ним. С каким-нибудь из них. И уже напинать себя. Ну, вы там тоже меня пинаете. Кому это вдруг интересно, чтобы я наконец-то уже сделала эти шарики на камеру. Сейчас у меня инструкция по применению в этом... Ну, ВКонтакте-то висит. Но, видимо, в визуальной вот это. Кривость попая. Так, что-то я тут доставала. А, я тут доставала конвертик. Все, тут у нас такая... А, это не открыточка. Это такая... Ой, мне вечно надо что-нибудь такое, чтобы куда-то записывать. Периодически. Я что-то... У меня есть вообще куча всяких? Этих каких-то там блокнотиков. Но вот иногда вот под рукой даже на работе что-то надо записать. В результате я пишу к телефоне в записи. Или как они там... Ну, фигня, которая там записывается. Куда это телефон-то уже? Я приначала тут всем. Так. Я даже время-то не заметила тут. Мерси. И вам мерси. Прикольно. С киской такой. Дисней. Так. Маленькие кошачьи шалости. Ух ты. Кошак. О, и тут это еще всякие такие подписи. У меня, короче, одно время была такая записнушка. Я из нее делала личный дневник. Там, не знаю, лет 10 назад где-то лежит. Еще так это. Иногда я его еще может год-два назад открывала и что-то от руки записывала. Фигли компьютера есть, но от руки все равно записывай. И там вот тоже были какие-то подписи. Вот там рисуночек какой-нибудь и подпись чего-нибудь. Еще Женька мне дарила какой-то блокнот. Там что-то праздники какие-то. И там тоже было что-то такое написано. Какие-то рисуночки такие. Дайте эту речь. О, кошак. О, и тут это на фоне такие... На таком вот фоне будто карандашом нарисовано, да? Видите, такие полосочки, чтобы что-то записать. Прикольно. Буду заюзывать. Еще одной с апельсинами. Последний раз я какой-то... У меня был блокнотик, короче, от Насти Зарецко. Я его использовала под эти, под рукописный алфавит японский. Но от руки, в смысле, когда пришел от руки, мне почему-то лучше запоминается. Хотя вот вчера ко мне Ирка приходила, другая Ирка, не подписчица. В смысле, не та Ирка, которая Ирка. На пианино играть. Прикиньте, вот так вот приятный человек. Она играет, в общем, на пианино, но у нее дома пианино такое детское, без звука. Уже раздолванное. Там чье-то. Она играет на пианино, когда ее ребенок спит. И она вот выучила. Наизует два произведения. В общем, она пришла ко мне и села играть на пианино. Она уже играла со звуком на нормальном пианино. Но не глядя в ноты, не разбирая. А вообще шикарно так вот. Вот чисто для меня, как учителя, это вообще радость. И вот я что вспомнила, она, я вчера, я там объяснила, надо было 35 страниц отфоткать учебника, послать ВКонтакте, то я забыла вчера. И, в общем, она как раз спрашивает там про ноты. И прикиньте, я еще что-то помню. Вот черти, сколько лет вообще не занимаюсь пианино. И свои ноты, когда открываю, смотрю, смотрю в книгу, видим фигу, не понимаю, как это я вообще рожала, вот это все. А вот ее почему-то как-то могу учить. Она еще у меня ВКонтакте, вот одно дело, вообще по музыке первый раз, когда мне кто-то ВКонтакте вот по сети пишет что-то такое. И я понимаю, что она мне спрашивает, ну, объясняет, чтобы я ей объяснила, то, что она меня спрашивает. Короче, суть в том, что она, я, говорит, наверное, математического склада ума, я, говорит, сначала все перепишу. Ну, типа, ну, ты там подписывай, я сначала все сосчитаю и тому подобное. В общем, я так же, вот, я ей сказала, что рука песка, она лучше запоминается. В общем, вот такой раньше у меня этот блокнотик и письмо, конвертик, ну, письмо же, наверное, да? Надо его как-то так вот открыть. Открыточка. Сейчас так бы это, то, может, там что-то личное, я тут открываю. Так, короче говоря, открыточка. Прочитаю я уже ее вне камеры. Так. Обезьянка. Обезьянка. Если обезьянку любят, то весь год с счастливым будет, ярким, радостным, хорошим, на другие непохорим. Ла, обезьянка. Ну, тут уже написано это, не от других, поэтому, я думаю, там можно показать. Так. Ух ты, закладочка, наверное. Обезьянки. Ой, обезьянки. Обезьянки с бананами. Обезьянки с бананами. Так. Так, еще открыточка. Как бы так это. Вот. С Новым годом. Новый год сжигает, гости к нам спешит. Обезьянка. Так, это я тоже потом прочитаю без камеры. И там еще письмо, но я думаю, его можно не показывать, потому что это совсем письмо. Но зато вот я вот это покажу, тут там на печке такая. В общем, это мы сейчас как-то положим. Я тут так заварилась этим всем. Ой. Это я тут поднималась, глянуть, сколько времени. Потому что я что-то как-то не заметила. Опять вот, 16 минут говорю. Так. Так. Значит, а сейчас у нас 5 часов. У меня еще где-то минут 20 даже есть свободного. Ну, в смысле, чтобы оно не нажалось, не отключилось самолично. Так, как бы это достать. Вот это сначала достану, потому что то что-то как-то не достается, если это не достать. Вот. Как я люблю всякие красивые коробочки. Вообще коробочки люблю. Кто-то у меня из родственников говорил, что это у меня от бабушки. Бабушка тоже всякие коробочки любила. Скопидомок, фильм. Вот. Сейчас мы это развяжем. О, так это чисто 100% такая уже новогодняя посылка получается. О. тут этот самый ангелок с колокольчиком. Ух ты, вот эту штуку я люблю. А я, наверное, про нее говорила, да, что я ее люблю. Что это у нас такое? Это очищающая, глубоко очищающая маска против фрешей пюль-систем. Это вот этот, а ты фрешей, я ее юзаю обычно как скраб для лица. 50 мл. Все чихну. Когда чихаешь, это если дыно чихаешь в Азии, в азиатских странах, когда еще вас кто-то вспоминает. Не обязательно плохо или хорошо. А если один раз чихаешь в России, да, то это значит типа говоришь, ну, что делать, говоришь, как-то так. Три крона. Три минуты. Вообще никогда не обращала, что здесь вот нарисован на этих масках вот этот такой шарик с троечкой. Так, штука какая-то битекс, крем-дорог, протеины, кашемира и шелка, основной уход. Ой, я помню первый раз, когда из Белоруссии приезжала, в общем, два раз там была, привозила такой крем, я не помню, какая фирма, там чего, но он такой огромный был и с кокосом, я два флакона привела к клае, мне что-то этого флакона почти на год хватило, такой классный был. Крем-дорог, протеины, в общем, этот. Я еще помню с кашемиром и шелком в Гринмаме они были что-то за какие-то копейки, ну, в смысле, недорогие, этот Денис Азамин 125 миллилитров, крем так странненько пах, и что-то, ну, может, 70 рублей было или 65, что-то такое, я помню, когда вот только Гринмама начала заниматься, я его по 5 штук, по 6 купала, чисто про запасы, раздаривала и сама юзала. Обязательно буду пользовать крем нанести на чистую сухую кожу рук мягкими массирующими движениями до полного впитывания. Зафольгированный. Нанесу тогда потом, потому что у меня сейчас еще один недоделанный крем, если я вскрою еще этот, у меня будет уже три вскрытых крема. Какая-то штучка с собой. как бы это может не мучаться и отрезать. Если долго мучиться, какой-нибудь получится. Ух ты, какой прикольный лак с черным бантиком. Большой какой. 24 месяца после вскрытия. Что у нас тут написано? Средство для ногтей. Лак для для ногтей. Сияте. Розовый. 13,6 миллилитров или 6 миллилитров, не знаю, еще это такое. А! Так, а где это? Что это? Люксембург. Сделано. Прикольно. А мне сейчас голубой гель с кальцием. По-моему, он белорусский. Так. Прикольно. Так. Да, Сияте. О, я сожжу, извиняюсь. Ой, что-то такое похоже на чат. Или на подключен чат. Подсвечник. Стопка. Чай пить. На свиное копытце смахивает. Это я, наверное, есть. Поэтому, ну, смахивает. Так. Еще одно такое же. Лена, напиши мне, что это. А то ведь я, это, слегка тупой. Так. О, еще что-то маленькое такое. А это придется разрезать, потому что как-то я не знаю, как его вскрыть. О, лак, по-моему, бэ-бэ. Розовый лак. Прикольно. Такой же вот этот, такой формы. Куда мне этот-то я положила, куда-то уже не вижу. А, вот он. Вот такие, полукругами. Я вообще первый раз такие вижу. Той же самой фирмы. Так, а что это у нас тут? Какой цвет, наверное, там написано. Тоже пинг какой-то. А нет, 6 миллилитров. В общем, не поняла я. Мини. Заюзаю, короче говоря. Так. Геллоги. Геллоги. Что-то такое нахрена. Так. Что-то желтенькое. Что-то желтенькое. Что-то в виде конфетки желтенькое. То есть ее надо распаковать с какого-нибудь конца. Вот. О, эту бумажку можно потом использовать с теми цветами, которые любят на камеру шуршать во всем мире. Она же шуршает, да? Видимо, надо все-таки с двух сторон ее освобачить. не знаю, с какой стороны тут можно подцепить. Придется разрезать. А может, развернуть, так сказать? И вот мне тут просто отсобачить, да, и вскрыть. Я тут мучаю что-то. Что это? Там что-то такое. Надо, наверное, все-таки это как-то. Что-то я тут так накрутила, что уже сама запуталась. Где у меня ножики? Придется этот красивый скотчик все-таки их разрезать. Что-то такое. Что это такое? Вау! Истинный эликсир чувственности. Если я вас это оглушила, вы меня простите. Истинный эликсир чувственности. Мы что-то так догорели, я даже не думала, что это мне пришлет истинный эликсир чувственности. Из этих пробников я тогда думала, какой же мне нравится. А потом я вспомнила, что именно вот этот вот Буи Сенсуаль Сенсуэль Я повторяю французский. Ну, что это такое, блин? Изучала французский черти, сколько лет и такая вот, фля не помню. Истинный эликсир чувственности. 15 миллилитров. Счастье есть. У меня тут сколько духов-то. Ай, кайф какой. Ну, я уже после душа, мне ничего не прыснуто, значит, можно это, прыснуться. Энергоманищик. Так, что-то еще такое. Ух ты, у меня тут столько все с этой штуки, если я вдруг что-то буду кому-то посылать, то у меня есть чем упаковать, чтобы оно не раздолбалось. Ой, блин. Так. все. Оно налипло на меня. Так и буду сидеть. Ой, это вот эти, вот эти. Ей, короче, в подарок она их выбрала, они ей не понравились. А я как раз видео, по-моему, про какие-то парфюмы написала. И там вот это в парфюм расхваливала. Так, ну, я как-то от тебя от собачки этот штук. А я так, это как любых. Ой, я не учусь, у меня такой, в общем, точно такой же 50 миллилитров. Теперь у меня еще 30 миллилитров такой же вот флакончик есть. А еще есть маленький, но маленький, правда, это туалетка, которая, немножко по-другому пахнет. Нет. Так, пока обратно зашунем. Ой, как-то его так алуха. туда я там свой телефон закидала, чтобы время познать, сколько я там лечу. А, у меня еще есть минут, где-то, не знаю, минут 6, наверное. Так. Ого! вот она большая коробка. Может, пока туда положить упаковочную бумажку, которая уже не нужна. Кстати, упаковочной бумажкой, наверное, можно тоже это АСМРить, а вот этими штучками я вот одно время хотела поднимать на камеру вот это и полопать их. Их вообще как, от них кайф какой-нибудь ловят? Если вы будете смотреть, ну, если вот кто меня смотрит, друг увидит это и при этом любит АСМР, вот эту. Вы мне скажите в камерах, ладно? Если что, я ее полупаю. Или пошутку и как-нибудь. Я просто чтобы ну тут как-то немножко разблепстить. Ой, я нажала но на пол как-то спустить аккуратненько. Пакеты вы, какой пакет. Вот такой вот красивый пакет. У меня теперь еще есть вот такой пакет. Я давно хотела купить себе вот такой пакет. Вот которые такие пакеты еще ручки закрываются чтобы нести чего-нибудь. У меня раньше было, потом куда-то ну просто умер. Наверное от старости лет. Там что-то такое интересное. Ух ты, что это такое? Бусы на елку. О! У меня даже это, у меня короче я давно ничего не покупала, когда купила кучу всяких шариков. У меня половину шариков в прошлом году, вот в этом году. Кот с елки скоммунизил. Я даже когда иногда убираюсь, отодвигала тут как-то диван. Смотрю, у меня там шарик. Думаю, что за шарик? А это тот, который кот с елки скоммунизил, заныкал и забыл. прикольно. Все эти серебристые бусы. Так. Вот, их можно наверное просто на коврик повесить, типа раз уж я пока в этой квартире живу. Все еще. Зеленые, ох ты, зеленые. Наверное тоже эти самые бусы, да, бусы на елку. Снежная кружева. Слушайте, я вот в фикс прайс все никак не зайду, вот так же как в этот океан, но океан ладно, хоть филиал открылся тут. А фикс прайс один, я все до него еду, 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 еду. Мимо прохожу или с кучей сумок, или скользко, или просто на автобусе еду уже как ты и не видишь. Круто. Хотя мне намыло постоянно вот этот раз в неделю вот эта рассылка идет, что там у них в этом фикс прайсе новое или раз в месяц, как-то так. У меня и карта фикс прайсовая, вот только-только эти карты у них появились с тех времен. Ну какая-то там бонусная. Конфеты белорусские. Прикольно. Конфеты белорусские и свинка. Так. А я еще чую чем-то таким вот съедобным пахнет. Ого, мечты китайского любовника. Мне сегодня тетя моя названивает. Короче, она видать разбирается, ей подарили на день рождения там дети, ученики или еще кто-то огромную такую карлинку с чаем. И там куча всяких разных чаёков было. Я тогда, помню, увидела, как раз говорю, о, чай такой вот, это вкусно, вот это вкусно, а-а-а, типа фанат чая. И то я мне название, он говорит, те, говорит, зелёные, говорит, мотэ и зелёные ройбуш, или как-то так, надо или выкинуть? Ну, как это выкинуть? Надо, конечно. Вот тут ещё один чай зелёный, китайский чай, сенча с лепестками розы, цветами кактуса и муирой пуама, без понятия, чего это незабываемых рейбин. Ну, шо, я тут трендычала, трендычала, у меня, оказывается, она уже перестала записываться, заметила уже поздно. Короче говоря, ой, я тут взглянула, какая-то шатиста, ой, как бы так сесть-то. В общем, я разбирала чаи, и чаи, получается, я уже, как бы, не разобрала. Поинт записывать заново про чаи. Вот то, что тут у меня, не помню, прочитала там или нет, мой самый любимый чай. Это вот как раз вот здесь написано, от Лены, вот этот вот мечты китайского любовника с цветами кактуса муирой пуама и чем-то там лепестками розы, сенча. Я не помню, анекдот про кактус говорила или нет. Ну, в общем, не суть важна. Однажды у меня расцвел кактус, я не сразу поняла, что это его цветок. Так, еще я тут пока, у меня скидывались запчасти на комп, вот эти два, две части видео. Видео, видимо, будет очень длинным, как огромная посылка, и прочитала я письмо. Так вот, Лена, твою дочку с прошедшим днем варенья еще и на видео. Привет! Ну, а что? Хоть ребенок и мелкий, а родителю приятно. Ну, в общем, второй чай у нас тут белая сакура, это купаж зеленого чая, пай мутан, лунг чинку, внутренний туман, даржелинг, с добавлением жасминовых жемчужин, ягод, вишни, кокоса и бутонов роз. Вот такой вот, это вот контакта. Еще, тут два черных, два зеленых. Вишня в шоколаде, ароматный черный чай со стружкой какао, лепестками розы и плодами вишни. Терпкий и насыщенный вкус вишни проблезает с утра и заряжает энергией. Кусочки какао растверяются, придавая напитку аромат с шоколадным бисквитом. Мне когда-то давно Юлька дарила, и я тоже сама покупала, сейчас я зиму и линяюсь. Ай, зеленый с вишней и черный с вишней. Ну, она мне дарила этот черный с вишней. Ну, просто с вишней, без всякого этого какао. Почему, с удовольствием буду пить. Так, еще у меня тут этот чай, но я уже достаю не так, как оно было, упакованно, потому что я говорила, как говорила уже на камеру, она не писала. Вишневый йогурт, черный крупно-листовой чай с ягодами и чилийской вишней, кусочками йогурта. Вот такое вот. Блин, я тут так есть хочу, а сейчас после всех этих ароматов уже вопрежут как хочу. Но меня там ждет рис. С горбушкой. В смысле, горбуша, которая вот эта рыбка. Вот пакетик уже открытый, потому что я его открывала. В общем, у нас пакетики от Икеи, середневеньком таком. У нас тут написано Кения. Так, я сначала думала, что это чай. Обжарено, обжарено для вас 26 июля 2017 года. Алтайский край. Внутри кофе. Хорошо, что подписали. Я думала чай. Свежой обжаренный, зерновой кофе Кения. Слушайте, как круто. У меня есть какой-то кофе, но у него, правда, уже срогонтости. В следующем году заканчивается. Я когда покупала, я что-то не думала, что меня так теркнет на этот, на бушина, который я буду скупать разными упаковочками, коробочками разных этих самых сортов видов и опыть его в смысле. Пить, ну да, опыть. Короче говоря, и этот... Сейчас опять говорю. Ой, извиняюсь. Извиняюсь. В общем, обжаренный кофе зерновой. По-моему, он молотый уже. Вот внутри. Ну, короче говоря, я с удовольствием буду варить его в своей турке мельфиоровой. А с тем надо будет что-то сообразить, потому что там где-то полпакета мне полпакета не выпить до конца. его срока. Ну, если только вы во всякие скрабы уделали. Слушайте, кофе пахнет. Жалко вам на камеру не придать запах. Я не знаю, там, может, не видно, наверное, будет. Ну, там кофе. Кофе, там кофе, кофе. Совсем конкретно кофе. Из Кении. Круто. Наверное, как кофе развесной, да? Вот тайский край. Наук. Говорим. Куда. Вот эти вот штучки. Я их стабильно что-то такое похоже. Я вижу в магазине, что-то все руки как-то не доходят. Глянуть, посмотреть. То есть те большие чудесинки со вкусом шоколада. 100% натуральные. Так, просто творить чудеса 5 штук. Видимо, надо... Да, вот тут инструкция по применению есть, как ее уделывать. Надо завтра молока год купить. Потому что у меня совсем там чуть-чуть осталось. Я сегодня молоком расправлялась зеленый чай. Пришел кот и начал мяу-мяу-мяу-мяу. Пришлось дать ему молока. Так, вот такая штука у меня была от Гринмамы. Две было. Одну я у меня это... Девчонка одна выпросила. Ну, в смысле, я ей задарила потом. А другая у меня от старости леса задолбалась. Она что-то такая все заляпанная была. Я решила ее помыть. Ну, и в результате она у меня откинула коньки. Теперь у меня есть такая же, только с розами. Спасибо. Так. Еще. Лосьонья Леля. О, да. Что-то такое. У-у-у! Я такой покупала, я только не помню, я его в видео обозревала или не обозревала. Мне такой так нравится. Я вообще люблю шоколад с мятой или конфеты с мятой. А вот такие вот уже брала как-то в пятерке и у меня умно. Не, есть чем чай. На самом деле у меня есть две шоколадки еще. В холодильнике лежат специально засунуло туда, потому что у меня так на кухне тепло, я побоялась, что они у меня слишком растают. В общем, у меня еще есть зефир а не, а может зефира уже нет, не знаю у меня есть безе, курабье у меня что-то много всего есть, а теперь у меня есть мятные конфетки что это такое? о, пастила вот теперь у меня точно есть, ну пастила, зефир то же самое, я люблю пастилу и зефир люблю походу дело с бананом и ванилью пастила с огнем, но тут по крайней мере банан нарисован и ваниль по-моему лопаем о, я тут на днях покупала именно такую же шоколадку что-то я их очень раньше любила у меня еще тогдашний, можно сказать, бойфренд тоже меня что-то на них посадил он тоже их так любил, этот особый крупский, особый шоколад от Крупской, от фабрики Крупская и я что-то его тогда лопала, 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 а потом видать переела и вот с 13 года я его вообще не покупала как-то видеть не видела, может и видела, но не обращала внимания тут на днях купила, вот он у меня в холодильнике лежит теперь у меня две шоколадки Крупской, особой и там, послушайте, вообще, детский подарок сладкий ну, как говорил один знакомый программист, эльфа в таком-то возрасте, в 33, да, еще это еще дитё малое я не знаю, в каком возрасте дитё не малое эльфа считается, но мне Машка одно время дарила, короче, на Новый год ну, или покупала какой-нибудь подарок там конкретно уже упакованный или какую-нибудь отдельную коробочку и туда уже разное наполнение ух ты, тут он так еще завязан золотистый мешочек со снежинками ой, на мне так это скучно висит я думаю, что такое оно мне прилеплено? господин рассеянный садись это это самое, ну да какая-то конфетка вот это квадратик, на нем что-то написано тупо чисто из-за вот этого, нет, это просто квадратик я думала, что там может тоже какая-нибудь фишечка, ее надо прочитать а то будет как-то некрасиво, что я тут все распаковала а это нет короче, я распаковывать это все не буду я чисто вот вам перед носом потрясу там какая-то еще конфетка все, у меня есть конфетки я сейчас риса спахаваю, а потом чаю с конфетками с какого-нибудь из этого чая или с каким-нибудь из этих конфеток такая вот огромная у меня посылка, наверное, минут на 40 если не больше получился видос в общем, огромное спасибо Лене Ленка Леночку вам если вы с нее осилили то вам много положительных эмоций вообще не знаю, что еще-то сказать короче, я довольна вот просто сверх-кипер-супер род до ушей довольна довольна да не знаю чего род до ушей, хоть завязочки прыгай, да а в общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч пока 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 пока